В Новосибирске не могут вовремя сдать новостройку в Октябрьском районе. Высотку не сдают в эксплуатацию из-за того, что дом до сих пор не подключен к теплу. Причина – конфликт строительной компании с предприятием, которое находится по соседству, акционерным обществом СИПТЕХГАЗ. Именно на территории этого завода находится точка врезки в трубопровод. По мнению дольщиков ЖК Грибоедов, этот конфликт откладывает их новоселье на неопределенный срок. Все инстанции, куда мы обращались, Министерство строительства, СИБЭК, нам дали ответ, что все-таки задерживает весь процесс завод СИПТЕХГАЗ. ЖК Грибоедов на улице Комунстроевской начала возводить ООО «Промтех» в 2018 году. Сдать высотку планировали в конце сентября 2020-го. По проекту «Обеспечивать дом теплом и горячей водой» планировалось за счет подключения к магистрали, принадлежащей СГК. Вот только труба оказалась на территории завода СИПТЕХГАЗ, и процесс согласования работ сильно затянулся. В начале февраля, когда все дедлайны были нарушены, дольщики в отчаянии записали видеообращение, адресованное директору СИПТЕХГАЗа Татьяне Ким, буквально умоляя дать добро на врезку. Мы просим вас обратить на нас внимание, именно на людей, на наши судьбы, на наши проблемы. У нас сейчас серьезная у всех ситуация, когда нет жилья, ипотеки, долги. Наша судьба в прямом смысле находится в ваших руках. Мы платим ипотеку, снимаем жилье, вот двое детей, в однокомнатной квартире проживаем. Дети хотят получить свои комнаты. Пожалуйста, не препятствуйте подключению. Но эти слова, кажется, так и остались неуслышанными за высоким забором предприятия. На связь не выходят, не дают каких-то конкретных нам ответов. Они говорят, да, я так понимаю, что обращайтесь к застройщику. Мы обращаемся к застройщику. Но дело в том, что у нас не вызывает сомнения наша стройка. Она полностью законна. Теплосеть уже готова, вся уложена, передана по акту прямой передачи эксплуатирующим структурам. Проблема сводна связана с тем, что мы врезку не можем сделать в тепловую сеть, которая находится на территории завода СИПТЕХГАЗ. И на данный момент руководство СИПТЕХГАЗа нас туда не допускает. При этом в СГК ранее заявляли, что альтернативные варианты подключения новостройки к теплу попросту отсутствуют. Технических возможностей нет. Строить теплотрассу откуда-то тянуть из другого угла, ну, это все уйдет вправо на неизвестные сроки. По информации регионального Минстроя, высотка почти готова к вводу в эксплуатацию. Еще 21 января девелопер известил Госстройнадзор об окончании строительства. Чиновники мэрии предложили установить публичный сервитут на часть территории завода, чтобы обеспечить доступ к теплотрассе. Но тут дело приняло новый оборот. АО «Септехгаз» обратилась с иском в арбитражный суд, требуя признать недействительным экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии, датированное февралем 2015 года по земельному участку, на котором впоследствии и был возведен ЖК Грибоедов. Почему завод подает на санитарную зону, абсолютно непонятно. Для чего они это делают? Я думаю, просто для того, чтобы потянуть, возможно, время. Здесь полностью территория застроена жилыми домами. По ту сторону завода, жилые дома, частный сектор. Там тоже живут люди. Детский сад в непосредственной близости. Поэтому, если у них есть вопрос к нашему дому, тогда есть вопросы, в принципе, к этой территории. Наш запрос в АО «Септехгаз» о природе и исках Центру гигиены и перспективах установления сервитута остался без ответа. Главный врач экспертного учреждения сообщила, что арбитражный спор не затрагивает вопросы подключения ЖК Грибоедов к теплу. Впрочем, подробности этого противостояния станут известны уже скоро. Соседание по делу назначено на 7 апреля. Тем временем, генподрядчик стройки сильно сомневается, что здание может попадать в санитарно-защитную зону предприятия. Во-первых, санитарная зона делается, это проект делается. Потом определяется санитарная зона по каким-то признакам. После этого эта санитарная зона обозначается на генеральном плане города, скажем, красной линией, к примеру, за которой нельзя производить строительство. Соответственно, как могла СЭС выдать неправомерно свое разрешение, на ком основании. Я не вижу причин, по которым мы не можем подключиться. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова